200 тысяч тенге перевела злоумышленникам женщина, оформив кредит в банке. Уверенная и грамотная речь лжеменеджеров не заставила ее даже сомневаться в правдивости их слов, а особенно знании ее персональных данных. Как не стать жертвой мошенников, полицейские Петропавловска провели рабочую встречу с представителями банков. С начала года на уловки интернет-мошенников попалось 26 петропавловцев. Семь фактов онлайн-обманов были связаны с банковскими переводами. В прошлом году в Петропавловске со счетов горожан мошенники перевели деньги в 97 случаях. За последний год количество интернет-мошенничеств увеличилось, и этим обеспокоены полицейские. Об этом шла речь на рабочей встрече сотрудников городской полиции и представителей банковских учреждений. Все люди переходят на онлайн-закупки. Тематика такая, что у нас возрастает интернет-мошенничество. Поэтому что нам необходимо делать? С этой проблемой бороться надо совместными усилиями. На совещании и жертвы мошенников. Знание персональных данных зачастую вводят в тупик обманутых. Откуда мошенники могут знать эту информацию? Ведь это должно быть банковской тайной. Это настораживает и полицейских. Сегодня собрали представителей банков для того, чтобы объединить наши усилия перед кипермошенниками, которые в последнее время очень участились в платформе интернет. Благодаря нашему сегодняшнему совещанию хотелось бы еще раз людям напомнить, чтобы были бдительны, никому не передавали свои персональные данные, ПИН-кода, ЦВВ-кода. И напоминаем, что сотрудники банка никогда не позвонят гражданам в целях получения личных персональных данных. Еще одним фактором, который заставляет поверить мошенникам, является то, что при их входящем звонке может определиться номер колл-центра какого-либо банковского учреждения. Представители банков заверили, что звонки подобного характера исключены. Они призвали горожан в случаях таких звонков не поддаваться панике, а для своего успокоения незамедлительно звонить по номерам колл-центров банков. В завершении встречи полицейские и представители финансовых учреждений договорились о дальнейшей совместной профилактической работе. Главный и действенный способ – донести на население, что нельзя передавать никому коды СМС-сообщений и другие сведения, касающиеся платежных карт. Тамерланд Лиубаев при содействии Пресс-службы департамента полиции.